Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами дочитываем книгу Иудиф. Сегодня 15 глава, предпоследняя глава. Давайте вспомним, что было в предыдущих главах. Иудиф отсекла голову Алаферну. Алаферн это тот, кто осаждает иудейский город Витилую. И вот наступает утро. Евреи из Витилую выходят для того, чтобы напасть на сирийцев. Сирийцы бегут в шатер Алаферна, а Алаферн без головы и валяется у порога. Смущение осирийцев, потому что их военачальника убила женщину. И поэтому они там в смятении, в страхе. Ну, давайте читать, к чему привел этот страх. Когда бывшие шатрах услышали о том, что случилось, то смутились. И наполнили страх, и трепет, и ни один из них не остался в глазах ближного. Но все, бросившись, бежали по всем дорогам равнины в Нагорной стране. И расположившиеся лагерями в Нагорной стране около Витилую, также обратились в бегство. Тогда сыны Израиля, каждый из них воинственный муж, погнался за ними. Ну, давайте здесь разбираться, что там случилось. Вот это вот не осталось в глазах ближнего. Для настоящего воина самое страшное – это показать свой страх. То есть, показать свой страх – это стыдно. И что происходит? Они не хотят показывать этот страх, и поэтому они разбегаются. То есть, не бегут там целыми толпами, отрядами. Нет, они как-то там пытаются по каким-то тропиночкам, по каким-то дорожкам разбежаться, чтобы не видели. Такой же страх нападает на тех, кто осаждают город Витилую, и они тоже бросаются в бегство. Вот этот образ, когда на врагов народа Божьего нападает страх, и они побеждают, этот образ встречается неоднократно. Читаем дальше. Озия послак Ветамасфем, Виваю, Хаваю, Холу и во все пределы Израильские, чтобы возвеститься совершившееся, и чтобы все погнали за неприятелем для истребления их. Ну, здесь перечисляются города. Эти города неизвестно где находятся. Ну, давайте вспомним, что книга Юдивь – это такой роман с ключом. То есть, идет повествование, там указывается время, указываются люди, указываются места. Но когда начинаешь проверять это с точки зрения истории или с точки зрения географии, то идут несовпадения. Вот даже тот самый город Витилуя, который назван, этого города нет в Израиле, и непонятно, где этот город находился и что там было. Ну, и сама история с Юдивью, она такая фантастическая, потому что там называется, например, Навуходоносор, царь ассирийцев. Но он не был царем ассирийцев. Там евреи вернулись из плена, но Навуходоносор был допленным. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, много таких несовпадений с тем, что описано в этой книге. Поэтому вот эти города, которые здесь названы, они неизвестны, где находились. Как скоро услышали об этом сыны Израиля, все дружно напали на них и поражали их доховы, равные пришедшим Иерусалима и всей Нагорной страны. Так как им возвещено было о том, что случилось в стране, в стане врагов их и из Галлада, Галилея. Ну, вот здесь, кстати, Галлад, Галилея, конечно же, это реальные места. Со всех сторон насилием большое поражение, доколе они прошли за Дамаск и за пределы его. Прочие жители Витилу напали на Станасирийский, разграбили и весьма обогатились. А сыны Израиля, возвратившие на поражение, владели остальным. И села, и деревни на горной стороне, и на равнине получили большую добычу, потому что ее было весьма множество. Ну, откуда эта добыча получилась? Ну, понятно, что когда войско отправляется в поход, оно берет с собой какие-то припасы, какие-то деньги, какое-то дополнительное оружие. Вот оно, это первое. Второе. Нужно вспомнить, что Аллаферн, он не вышел сразу из Осирии и не отправился сразу в Израиль. Он шел и завоевывал другие места. И, естественно, там тоже собирал какую-то добычу. Ну, читаем дальше. Великий священник Иаким и старейшины снов Израилевых, живших в Иерусалиме, пришли посмотреть, какое благострел Господь для Израиля, и видеть Иудиф, и приветствовать ее. Ну, великий священник Иаким, в данном случае это имеется в виду первосвященник. Понятно, что первосвященник находился возле Иерусалимского храма, поэтому он приходит из Иерусалима. Когда только они вошли к ней, то все еднодушно благословили ее и сказали, «Ты величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты великая слава нашего рода. Все это ты сделал твоей рукой, ты сделал добро Израилю. Да, благоволите Бог, будь же благословен от Господа, все держите на вечное время». И весь народ сказал, да будет. Ну, обратите внимание, как они обращаются к Иудифе, то есть они так ее прославляют. Не надо думать, что здесь что-то такое уникальное. На самом деле такие обращения к героям священного Писания, они встречаются в Библии. И вот эти кажущиеся преувеличения, да, «Ты величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты великая слава нашего рода». Вот эти такие обращения, они библейские. Иногда некоторые удивляются, как мы в своих молитвах обращаемся к святым или Пресвятой Богородице, как мы ее возвеличиваем, да, и их возвеличиваем. Не надо этому удивляться. Такой подход встречается в Библии, такое возвеличивание. И не только не в канонических книгах, но и в канонических. Хорошо. Ну, и народ говорит, да будет, это аминь. Народ расхищал лагерь в продолжении 30 дней. Иудиф, а Иудифе отдали шатер Алаферной, все серебряные сосуды, постели, чаши, все утрою. Она взяла, возложила на мусу, запрягала колесницы свои, сложила это на них. Избежали все жены израильские, видите, и благословляли ее, и составили для себя, для нее хор. Она взяла в свои руки обвитые виноградным листьям жезлы и дала женщинам, бывшие с ней, и возложила на себя масленичные венки, она и бывшие с ней. Она шла впереди всего народа в хоре и вела за собой все женщины. За ней следовали все мужи израильские, вооруженные свинками, торжественными песнями в своих устах. Ну, давайте здесь немножко прервемся. Значит, здесь никто не спорит. Иудиф победительница. И как победительница она берет главный трофей. Трофей это шатер Алаферной и все, что в этом шатре. Значит, зачем она собирает эту утварь? Ну, вообще-то она ее собирает отдать в Иерусалимский храм. Иудиф богатая женщина. Ну, она, конечно, могла бы еще сильнее разбогатеть, но она понимает, что все, что с ней произошло, это произошло по помощи Божией. Значит, что здесь еще интересно? Обвиты виноградными листьями жезлами. Значит, вот эти жезлы по-гречески называются тирсы. И здесь есть, ну, определенная сложность. Почему? Потому что вот эти палки с виноградными листьями и иногда листьями плюща вообще носили на языческие праздники, связанные с культом Диониса. Получается, что это времена уже эллинизма. Что действительно, скорее всего, так, что книга Иудеев была написана во время не персидского периода или там вавилонского периода, а во время эллинистического периода. Но, возможно, что речь идет не о вот этих тирсах, хотя и это можно принять. Да, действительно, у Иудеев вошел в этот обычай делать вот такие жезлы, украшения, конечно, не связанные с культом Диониса. Либо речь идет, ну, просто используется это слово для описания таких букетов, таких метелочек, которые евреи делали для праздника Кущей. Здесь не говорится, что это праздник Кущей, но вот во время праздника Кущей они носили такие снопы или, как назвать, такие букеты. Вот, может быть, может это так. Ну и еще один греческий обычай это оливковые венки. Тут маслина названа, но это оливка, мы понимаем. Ну и здесь явно эпоха эллинизма. Хорошо. И последний стих 15 главы это рассказ о том, что Иудеев начала петь Богу благодарственную песню. И на этом и заканчивается 15 глава. Сама песня приводится в следующей 16 главе, последней главе этой книги. Но об этом мы почитаем в следующий раз. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале XGET. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok